Побывав недавно в Санкт-Петербурге, я посетил Михайловский дворец, который постепенно приобретает форму такого хорошего музея. И главное, что именно в нем восстанавливается честь имперского стиля, имперского искусства, выставленный, наверное, впервые и единственное место, где выставлены большие парадные портреты русских императоров XIX века. В целом, хорошая экспозиция, за исключением первого этажа, куда всунули мерзость всякого там футуризма и прочих выдуманных стилей, которые на самом деле антистиль. Кто побывает в этой галерее, то лучше на первый этаж не заходить, хотя там почему-то все служители прямо вот пихают, говорят, а вы на первом этаже были, а вы осмотрели экспозицию первого этажа? Ну, я осмотрел, но там смотреть не на что, все это мусор, который создавали там в 10-е, 20-е годы XX века, на тележку вместе с дровами и куда-нибудь в топку. Вот только для этого годится вот эта вот вся гадость. Вот такая вот получилась литерация. Гадость годится только для топки. Да, и это не единственная гадость, которая исходит от руководства Русского музея, филиалом которого является Михайловский замок. Ну, Михайловский замок, кто не знает, это то место, где убили императора Павла I, и поэтому это такое место трагедии, о чем вообще ничего нет. Там портрет Павла, да, спасибо, что выставили, но там ничего нет об этой трагедии. Тем не менее, вот основная выставка, основная выставка вполне себе хороша. Я радовался, когда шел по выставке «Лица России», там выставлены портреты людей разных сословий и за разные периоды. Вот здесь я увидел определенную тенденцию в антропологии, то есть, можно сказать, не в антропологии, а в физиогномике. Это слово редко сейчас используется, но, тем не менее, можно увидеть определенную тенденцию. В XVIII век это изображение в основном аристократов, высшей аристократии, и там есть определенный нюанс, который связан с физиогномикой высшего света, высших сословий, в том числе и русского дома, императорского дома Романовых. Вот мне подумалось даже, что вот Петр I, которого клянут за разные безобразия, и многие безобразия действительно были, но было и величие, было одно и было другое. Так вот, эти лица России XVIII века, это лица такие дородные и безбородые. А вред, который нанес Петр, это вот заставил брить бороды. И если посмотреть на портрет Алексея Михайловича Романова, тишайшего, который тишайший и тишайший, но через колено сломал и патриарха Никона, и его противников староверов, и правильно сделал, я вот в этом полностью поддерживаю. Во-первых, папа-цезаризм был пресечен, а во-вторых, было пресечено антихристианское, вполне антихристианское сектанство, то есть выход за пределы христианской церкви и нежелание иметь ничего общего именно с христианством, а замена некой выдумкой. Ну, это отдельная тема. Вот, побрив бороды высшей аристократии, Петр сделал популярным дородность, потому что черты аристократические русских того периода мелкие, и в основном это связано со смешением с инородцами разного толка. Ну, вот так посмотришь, когда Алексей Михайлович в бороде, ну, у него такой вид мужицкого царя, а присмотришься, черты лица-то мелкие, и вот этот вялый или узкий такой инфантильный подбородок скрыт густой растительностью и замечательно. А 18 век лица босые, и выглядят они с нашей точки зрения не очень презентабельно, потому что мелкие черты и придородности, это вот такие жировые прослойки, синеватые подбородки, которые передавали живописцы по канонам того времени, вот как бы приукрашивая под некий стандарт, и выглядит это не очень хорошо. Вот мелкие черты плюс дородность не очень хорошо. Плюс добавилась черта, связанная с Европой, ну, вот типичный, как бы, такой образец Петр Третий, и вот его портрет с супругой, будущей императрицей Екатерины Второй, узурпаторшей, которая узурпировала власть сначала у своего мужа Петра Третьего, заказав его убийство, потом отняв право на престол у своего сына, будущего императора Павла, который правил очень недолго, всего 4 года. Вот посмотрите на типы лиц, слишком много немецкого, слишком много вот этого мелкого такого, незначительного с узким подбородком. Об эпоха меняется, 19 век, это уже и с точки зрения живописи, это не ученичество, у европейских мастеров это полноценное и глубокое русское искусство. И здесь и типажи лиц совсем другие, здесь попадаются уже представители всех сословий, и крестьяне, и купцы, и какие-то жанровые зарисовки, много всего, и вот эти типажи мы видим, борода является таким естественным признаком русскости, русское крестьянство, и уже русское дворянство тоже приобретает бороды. Ученые, например, так же, как, кстати, и в Древней Греции, ученые обязательно с бородой. Вот, остальные бороды часто брили, но потом с течением времени и стратегии. Они тоже в каком-то смысле ученые, тоже приобретали бороды. И в русской аристократии тоже борода появилась, которая, с одной стороны, начала скрывать вот эти черты, приобретенные от других народов, а с другой стороны уже начала возникать и антропологическая самобытность. То есть, понятно, что у крестьянства она и без того была, а дворянство начало складывать свою физиогномическую самобытность. И очень симпатичные портреты идут. И я не думаю, что это приукрашение. В какой-то степени, да, в официальных парадных портретах это есть. А портреты обычные стали делом тоже обычным. И там очень симпатичные фигуры, очень симпатичные лица. Иногда, правда, не очень симпатичные, потому что правдиво изображены. Я вот удивился портрету Некрасова. Он, в общем-то, и раньше не был особо симпатичным, потому что его почему-то все время изображали изможденным стариком. А здесь уже совсем как-то, я бы сказал, почти карикатурный тип. А следующая стадия, следующий излом – это XX век, еще до революции. Все это безобразие началось. Все эти якобы новые направления, когда люди, не имеющие ни художественного вкуса, ни владеющие техникой живописи, начинали нечто якобы рисовать. Так называемые футуризмы, кубизмы и прочие-прочие измы. Отступление вообще от смысла художественного творчества. Вот там начинают появляться отвратительные рожи. И все это мещанство, какие-то там франдерствующие круги, пролетариат, действительно страшные морды. Это потом, чуть позже, вернулся реализм, социалистический реализм. Все это, вся эта мерзость переехала на Запад, там ее не преследовали, и она расцвела буйным светом. И сейчас она доминирует в изобразительном искусстве западного мира, в общем-то, пропагандируя мерзости. Не красоту, не остроту взгляда художника, а вот всякие выдумки. В музеях эти, так называемые, инсталляции, то и дело появляет, в том числе и руководство русского музея, не стесняется вот этих гнусностей выставлять на обозрение, якобы как предметы искусства. Это мусор, это мусор, нет никакого сомнения. Изменения происходят и в живописи, и в типажах, которые демонстрируются. То есть, это в самом деле уроды. То есть, мы прошли стадию от становления аристократии, то есть, лица нации, до расцвета ее и до обламывания этой аристократии и приходом, в том числе, изобразительное искусство. Тех, кто не понимает, что такое искусство, и в своем творчестве, в кавычках, отражающий полнейшую деградацию личности. То, что там разрисовано, это деграданты. Советского реалистического искусства вот в этих портретах практически нет. Вот в выставке лица России нет, исключили. Там есть очень небольшое число, там где-то совершенно дегенеративный тип Буденного и Ворошилова, еще какие-то портреты. Мне понравился портрет Туполева, которого, в общем-то, изобразили в совершенно нетипичном виде, в генеральской шинели, для чего? Это совершенно личность другого типа. То есть, в советский период что-то ценное, из него практически не нашли, что выставить, или не выпросили у других музеев для выставки. А заканчивается все это полным безобразием, полным безобразием, это уже не изобразительное искусство, это фотографии, люди которых, видимо, руководство товарищ Гусев, который руководит русским музеем, считает великими людьми. И вот фотопортреты этих великих людей, из которых не меньше половины евреи, просто официальные евреи. И их портреты связаны с юбилеем, который, видимо, считается какой-то славной датой 30-летия гибели СССР, уничтожения его партноменклатурой в союзе с так называемыми демократами. Они сами поделили все это меж собой. Вот просто как бы имперское наследство, которое как-то советская власть пыталась сохранить в единой иерархической системе, эти решили поделить. Ну, так проще. Так проще. Большими пространствами трудно управлять. Сейчас и Российская Федерация тоже под разделение уже подготовлено, границы уже проведены. Осталось немного ждать удобного момента, когда это произойдет. А русский музей празднует разрушение единства нашей державы. С одной стороны имперские экспозиции, с другой стороны вот это мерзость. И то, что типы вот этих демократов несомненно дегенеративные, это точно, но эта дегенерация, она как бы ее надо увидеть. То есть фотографическое искусство совсем другое, оно тоже может что-то приукрашивать или наоборот искажать, как очень любят некоторые негодяи, искать плохие фотографии или делать плохие фотографии и выставлять, там кто-то рот открыл, кто-то моргнул, у него ползакрытые глаза, ловить момент, когда человек заведомо некрасив. А здесь ловили момент, ну, как бы, чтобы придать этим лицам величие. Но взгляд того, кто знает, с кем мы имеем дело, он не может не улавливать глубокую порочность всех этих людей, как он там, Александра Яковлева, там, Сахарова или еще там, Собчака какого-нибудь, да, там дегенерация видна, просто ее нужно видеть, большая острота, то есть, для чего художник-то? Художник видит то, что обыватель может не заметить. И он иногда угадывает, а иногда профессионализм требует от него того, что он создает такой портрет, в котором видны порочные черты. Вот художнику это очень трудно сделать, потому что он не может создать обобщенный портрет, он ловит момент. и в этом моменте он не создает обобщение, он показывает частность, в которой одному что-то видно, а другому не видно. И вот эта русофобская направленность руководства Русского музея, она выразилась вот в завершении этой экспозиции, и я думаю, что и имперство в глазах этих людей восстанавливается, и это, безусловно, позитивный процесс, но оно выглядит как бы заискиванием перед нынешней властью, якобы эта власть несет на себе какие-то следы имперскости, что-то продолжает в русской истории. На самом деле эта власть в полной оппозиции русской истории, и то, что нам хотелось бы мусор из музеев вынести, состоится это только в момент, когда мы вынесем мусор из Кремля. Времена, когда это может произойти, когда этот мусор заменится не на другой мусор, а на русскую власть, уже сейчас наступили. То есть либо сейчас, либо никогда, либо просто не будет России, ее уже и нет. По сути дела, от России осталось только воспоминание, но на основе этого воспоминания государственность все-таки может быть восстановлена, и русская власть может быть утверждена. Тогда мусор будет вынесен. Если нет, то тогда мы будем мучиться с тем, что приходишь в музей за имперским искусством, за истинным искусством, а видишь мусор. Почему? Потому что в руководство музеев назначают русофобов, как во многих других музеях, как в Эрмитаже, как в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Да, вот в театры назначают русофобов, там совершенно мерзостные, как захвачен Доронинский МХАТ, и нельзя уже ходить. Все это театральное искусство убито полностью, полностью убито, даже в советский период. Оно было, а сейчас нет, сейчас нельзя ходить в театр, потому что кроме извращенцев в руководство не назначают никого. Таково у нас Министерство культуры, таково у нас руководство страны, это их проекты по уничтожению нас, русских людей. Надо уничтожить все русское, тогда и русских не будет. Наша задача уничтожить их, вот этих русофобов, и изгнать их отовсюду, кроме метлы улиц, подметать, им ничего не должно быть дано. А мы сами должны представлять собой лица России, быть продолжением того, что действительно является русским, и то, что было просто ментально надо переходить вот туда. Наша истинная родина, это Российская империя, никакой не СССР, и нынешняя РФ, это нам не родина. Истинная Россия, вот ее лики в империи. Любить империю, вот что, быть по-настоящему русским, без этой любви нет ничего. Слава Руси, Господи спаси. Редактор субтитров